Друзья, 2 марта 2021 года в отношении нас была организована провокация, подстава со стороны Экспобанка. Они никак не могут угомониться, успокоиться, смириться с тем, что в просторах Ютуба есть ролик негативный о них. Это даже больше не негативный, а правдивый. Сегодня у нас уже 3.03, время 9 часов утра, едем мы в поезде из Москвы в Воронеж. Почему? Потому что вчера, около 2 часов дня, нас задержали сотрудники по экономическим преступлениям северо-западного автономного округа города Москвы. Мы подозревались по их словам в этом комическом подкупе. Нас забрали в отдел полиции по северо-западному автономному округу. И до 23 часов творилось что-то совершенно необъяснимое. Сотрудник полиции по экономическим преступлениям, оперуполномоченный, говорил о том, что уголовное дело согласовано, в отношении нас возбуждено. Потом переобувался, что не возбуждено, но все согласовано, и наследственное комитет повезут. В общем, мне предложили на месте два варианта. Съявку с погинной, чтобы я признал свою вину. Хотя мне не в чем было признаваться. Более того, самое главное, хочу отметить. Мы встречались с представителями Экспобанка. Они сами нас пригласили для того, чтобы пообщаться конструктивно по ситуации, сложившейся с гражданкой Масловым. Соответственно, мы встретились и пообщались. Прошу прощения за такую тряску, но мы едем в поезде. Значит, сотрудники с любыми правдами, неправдами пытались выбить из меня явку с повинной. Чтобы нас сразу же разделили. В один кабинет Танюшку забрали, в другой кабинет меня. Мы друг друга, соответственно, не видели. И всячески Татьяну... Ну, Татьяна, расскажи, пожалуйста, что происходило у тебя в кабинете? Что вообще, как тебя вели сотрудники? Ну, сначала у меня был один опер, который меня пытался вытрясти из меня. Даже когда мы еще только в машине ехали, он говорил, что без вариантов, все. То, значит, надо просто признаться, дать показания, ни в коем случае не пользоваться 51-й статьей. Потому что это только, скажем так, приведет меня сначала в изоляторе Бритвенного содержания. Вот сейчас, прошу прощения, перебью. Самое главное, вся эта встреча полностью записана с их стороны и с нашей. То есть они полностью контролировали весь процесс, ход общения. И у них, для них, у них были все доказательства. Ну, по их мнению, у них были все доказательства. Как раз-таки наши невиновности. Это, что удивительно. И они продолжали вот это моральное давление, чтобы выбить признательные показания. Чтобы просто не то, что признательные показания, а именно, чтобы взяли вину на себя. То есть у них стала задача однозначно прийти с явкой с повидной. Да, не давали возможности позвонить адвокат и забрали все средства связи, естественно. Да, кстати, изъяли все полностью телефоны. Почему мы сейчас пишем на этот телефон? Это, кстати, Танюшкин телефон, хотя его тоже изъяли. Но в конце скажем. Да, и, собственно говоря, началась страшная какая-то непонятная для меня дилемма. То есть меня из кабинета в кабинет. То есть в одном кабинете есть уже час, потом меня переводят в другой кабинет. Со мной разговаривают разные люди, подходят, задают мне вопросы. Ну, что-то, Таня Борисовна, вы готовы. Вадим Ильич уже дал признательные показания, поэтому вам не надо, значит, что-то скрывать. То есть свидетелям, чтобы она была? Да, пишите, как есть. Но дело в том, что у меня есть право. Хочу еще сказать. В этот момент они сказали так, мне пока с ней ввели работу, сказали, что вас двоих в Следственный комитет доставят, все согласовано. Значит, вы по-любому будете, значит, в подъем с первой задержанной в СИЗО и, соответственно, будете на время следствия помещены в следственный изолятор. Да, мне сказали, что Вадим уже дал признательные показания, поэтому не надо ничего скрывать, нужно говорить какие-то. Ну, в принципе, что говорить? Хотя у них запись есть, я говорю, вы послушайте, там как раз все... Они как раз брали эту расшифровку записи, я сидела, скажу, она делала эту расшифровку записи, плюс они ее прослушивали многократно с диска, то есть с устройства, на которое было записано, то есть копия там много. Ну и, собственно говоря, вот этой записью как раз все. Эта запись, все понятно, вот, все интересно, говорится, вот это, вот это. Как вы мне сказали, в цвет. Вот, при мне я прослушив наушниках, ну, я слышал, что там, да я не сам помню, что оперуполномочник говорит, все в цвет. Значит, по-любому все это. Вы вдвоем, короче, уйдете по 91-й, 204-й сейчас у вас будет по-любому. Ну, в общем, все будет печально. Да, в итоге, значит, с 14 часов до 23 часов меня переводили в разные кабинеты. Ну, в общем-то, что я могла? Я могла только в туалет сходить, водички побить. Вот, конечно, тоже отдельная благодарность некоторым сотрудникам, которые... Не все оказались, так скажем, негативные, так скажем, да. Есть реально, мы не будем называть имен, он сам знает, да, да, да. Вот, и, собственно говоря, ну, воля подавляется вот таким вот путем, когда идет постоянное давление, когда вплоть до того некоторые сотрудники уже начали обвинять, называть коррумпированными, значит, говорить, что мы уже, это, ну, собственно говоря, они нам уже, как суд, значит... Вынесли вердикт уже. Вынесли вердикт уже. Я сказала, что существует презумпция невиновности ровно до тех, пока суд не вынес решение, да, и не утвердил. В общем, самое главное, вот это моральное давление такое, оказывается... Очень тяжело, ребята. Очень тяжело. Ну, я скажу так, супруга моя пережила, ну, что-то невообразимое. Мы держались, знаете, как Бунни Клайд, только в хорошем смысле этого слова. Вот, и хочу сказать так, в 23 часа подходит сотрудник, значит, который ввел, в принципе, оформлял это все дело, вот, и говорит, что, вы знаете, это прецедент, вам просто повезло, прокурор не согласовал, ну, успокойся, Танюш, прокурор не согласовал, следственный комитет там никак не это... В общем, они не знают, по какой статье что там делать, в общем, никаких движений абсолютно мы не можем сейчас делать. И придется нас отпустить. Хотя до этого он говорил, что все согласовывают, что все в цвет, все доказуха есть. Я говорю, как раз эта аудиозапись, которую вы осуществляли в рамках оперативных мероприятий, как раз доказывает нашу невиновность. И если бы мы были бы виноваты хоть в чем-то, поверьте, нас бы не отпустили бы из отдела полиции, нас бы доставили куда они планировали, просто это все, это мероприятие, которое проходило, это специально хотели подавить нашу волю, и чтобы каждый из нас взял на себя то, чего не совершал. Ну, это элементарно просто, все схемы, мы знаем, как эти работают, но у них что-то пошло не так. А что конкретно? Я сказал, вы можете что угодно делать. Вы делаете свою работу, мы свою работу делаем. И Танюша хочет, наверное, что-то сказать. Ну да, дело в том, что под конец стало понятно, что мы уходим, нас отпускают. Здесь не зашел Вадим, не видела его целый день. Где-то слышала его местами голос, но очень, конечно, обрадовалась, что я его увидела. Но встал вопрос о том, что нам даже уехать не начали. И вот мы попросили средства связи не для того, чтобы... Я попросил Танюшке, чтобы телефон вернули. Значит, так как мы вообще без денег были, все же сейчас привыкли платить по ИПАЛ. Соответственно, все к телефону привязано, никаких карт с обоих живых никто не брал. И они согласовали этот момент и выдали телефон один, значит, Татьяне нам. Остальные все телефоны дорожного контроля, мой личный телефон, там рабочие телефоны, все полностью изъяты. Но вот сейчас будет проводиться проверка. Никакого дела не возбуждено, хотя они там все, там, убили себя в грудь, все, там, все. Ну, сами прекрасно. Почему-то вдруг они не знали, по какой стратегии распределиться и никому передать? Они сначала все знали. Они знали, что по 204-й, седьмая часть от 5 до 9 лет, в общем, коммерческих подкуп, ну, это, в общем, маразм и бред. Скажу самое главное, что Экспобанк зря это все затеял. Очень зря. И теперь все прекрасно понимают вообще, что на себя представляет этот банк и его сотрудники, значит, особенно руководство. Без согласования с руководством такие вещи не делаются. Значит, и вообще прослеживается какая-то заинтересованность, значит, органов внутренних дел по экономическим преступлениям, да, с руководством банка. Вот это очень-очень такой, я бы сказала, может быть коррупционный момент. Может быть. Да, и, ребят, вы следите за нами, переживайте за нас, потому что Владимир сильно молодец, и я его жена, я человек, который знает его достаточно близко. Я вам могу сказать, что он никогда в жизни, я даже вот, ну, как бы знаю, никогда в жизни не совершил никакого преступления, никогда не переступил к черту. И я вам могу так сказать, пожалуйста, верьте, а главное поддерживайте. И никогда не пользуйтесь услугами тех банков, которые ведут себя подобным образом. Вот так, да. Ну, вы поняли, что мы хотим вам сказать по поводу ЭТСПА-банка. Самое главное, мы однозначно сделаем сюжет на эту тему подробный, с аудиозаписями, со всеми аудиозаписями. И, поверьте мне, там будет что посмотреть и послушать. А вообще... Мы разоблачим и этот банк, и вообще всю эту схему, так скажем. Все верно, Владимир, ты прочитал мои мысли. И мы будем следить за всеми теми деяниями, которыми... Славится ЭТСПА-банк. Назовем это так. Да, старается. А самое главное, подписывайтесь на канал Вадим Срок. Дорожный контроль. Ставьте пальцы вверх и обязательно комментируйте. Это очень важно, ибо наша встреча с ЭТСПА-банком началась с опразы. Просмотры растут, количество комментариев увеличивается, и их это сильно беспокоит. Очень сильно. Чем больше каждый из вас должен написать не менее 10 комментариев под этим роликом, не менее 10 комментариев, обязательно поставить палец вверх. И огромная просьба, распространите этот сюжет везде, где только это возможно. Все должны знать о том, как себя ведет ЭТСПА-банк. Какой он, в кавычках, порядочный банк. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok